Муз-разбор На Интер-ФМ Ну что ж... Приступим к разу к Муз-разбору И наш сегодняшний гость Кроме Виталия Лестраткина, человек Который получил в своё время в 80-м году Премию Грэмми, ну и в 99-м Его включили в зал славы Рок-н-ролла, ну и это Естественно, Билли Джоэл Ну... Ну а сначала, конечно, всем доброе утро Доброе утро, доброе утро, уважаемые радиослушатели Уважаемый Олександр А вот скажите, Александр Вы как человек, который Двумя пальцами прикоснулись Так сказать, к рок-н-роллу А вот музыкант, который не умеет Играть на гитаре, но Качественно лопает на Фортепиано, он и имеет Право быть рок-н-роллщиком? Или это всё-таки не рок-н-роллщик А какое-то другое существо? Ну вообще, любая музыка Должна означать какую-то свободу Я очень люблю, как я уже говорил, Джона Лорда Он всё-таки клавишник И он стопроцентный рок-н-роллщик И он прямо Человек с могучим стержнем внутри Ну вот, и Билли Джоэл Это, кстати, собственно Из примерно такой же когорды Человек практически с несгибаемым характером Вот сразу у меня тут родился такой вопрос Сразу попутный Вот настоящий такой трушный рок-н-роллщик Он должен иметь татуировку на теле Да каждый решает сам для себя Ты хочешь, наносишь себе татуировки Можешь себе вживить рога в конце концов Там заняться бод-модом Всем чем угодно Можешь Как некоторые панки Я не помню сейчас название группы Они рубили достаточно жесткий стрит-панк Но при этом выступали всегда в костюмах Огонь, огонь Ну ладно, вернемся к нашему герою Это Билли Джоэл Его почему-то как бы всегда говорят Что такое связки человек и пароход Это действительно так Потому что человек-исполнитель Он, ну, действительно уникальный Уникальный он вообще парень Вот, парню Нонича 70 лет Родился он 9 мая Как знал, просто как знал Вот Пум-пум-пум Вот, у него Вот, чтобы вы понимали Как бы его уникальность У него Шесть наград Грэмми Это престижная музыкальная премия Вот И знаете, у него нет школьного образования Ну, в смысле, аттестата Ну, нету его, нету и все Вот, не закончил он школу Так вот получилось Зато Зато он, видите Вот, всемирно известный Музыкант И даже авиакомпания Вот, раскопал такую информацию Авиакомпания Air Berlin Пассажиров на дальних рельсах Присутствует отдельный там канал Билли Джоэл Представляете Вот, это вот Ну, просто вот Да Если при жизни тебе посвящают Так сказать Специальные телеканалы Вот И активно тебя шпилят На всяких там ютубах Вот Значит, жизнь, наверное, видимо Как бы прошла не зря А в случае Билли Джоэла Она прошла Однозначно не зря Потому что он тут Наплодил страшное количество Альбомов Последний у него вышел В 2001 году Вот Парень у нас был Представляете Четырежды женат Четырежды женат И Вот по разным данным То ли, блин В 2015 году В 2015 То ли в 2017 У него родилась Так сказать Крайняя дочь Вот У меня такое ощущение Что как бы Вот этот Мужчина Он как бы При его бодрости Духа Для него Так сказать И эта дочь Наверное, не предел Он еще там Нашлепает детей Александра Вы представляете Какой вот Какой вот Заряд Жизненной энергии В этом человеке Ну, кстати Первую жену-то Он увел Своего приятеля Да Было такое дело Увел он Своего приятеля И знаете На него Как-то вот это Вот все подействовало Вот этот вот Увод семьи Вернее Увод чужой жены Из семьи Что он вот У него был такой вот Такой поток То есть Как бы он вдруг Внезапно При всей его Так сказать Жизненной энергии Он вдруг решил Покончить жизнь С самоубийством Ну, не смог Не смог Вот Недельку его там Подержали В психбольнице Так сказать На Крылово стол Вот И снова реклама Да что такое-то Потом Выпустили Вот Что-то там Его там Подкрутили Смазали Вправили Вот И потом Он уже Не ошибался Так сказать Со всякими Вот этими Казусами Казусами Вот Еще Так сказать Добавлю Немножко Красно В картину Билли Джоэл Не профессиональный Музыкант Ну По своему Так сказать Первоначальному Статусу Консерваторию Как говорится Он не заканчивал Вот Ну Как-то Вот он Поучился В музыкальной школе Вот Что-то у него Так сказать Прилетело от папы Который Как бы Отменно Играл На фортепиано Вот А Свою юность Билли Джоэл Провел Как это не Парадоксально звучит На боксерском ринге Александр Представляете Он там Я так понимаю До 16 лет Он там выступал И До окончания Видимо школы Вот Которую он По-моему Так и не закончил И 22 боя Это видимо Любительский Наверное Как бы Все-таки Был вид спорта 22 Два поединка Он там провел Не знаю С каким результатом Но 22 поединка Как человек Который Так сказать Немножко Надевал Боксерские перчатки Это я вам скажу Дофига Дофига Что-то ему там Видимо тоже Поправили В голове Вот И потом Вот как бы После всех этих Перепетий Он Значит Как бы Вот Зашел В музыку И вот И удачно Зашел Удачно Зашел Ну кстати Сказать Не совсем же Удачно Зашел С 1967 года Длится его Творческий путь Ну вот Как Можно раскопать Сначала Записали Два альбома В составе Группы Хэслс И они Стреском Провалились Перед этим У него еще Какая-то была Кавер-группа Ну Все музыканты Как правило Не секрет же Что они начинают С кавер-групп Будем считать Что это такая Проба-пера Проба-пера Вот Он в коммерческом смысле Не очень удачно Зашел Вот Потому что Он спутался Как бы С неким Как бы Начинающим Лейблом И лейбл Ему подсунул Такой знаете Как бы Договорчик Как бы Где-то мелкими Шрифтами Было как бы Прописано Что на ближайшие Десять альбомов Вот Джоэл у нас Становится Практически Как бы Его рабом И Никуда ты Джоэл От нас не денешься Вот Боксер конечно Как бы Пытался Возмущаться Махать кулаками Как-то Всячески Вот Всякого Ну вот Ерепеница Но Толку не было И он отчислял По доллару С каждого альбома В пользу Вот этого Лейбла А куда Деваться Сам виноват Подписал себе Кабалу Надел на себя Кандалы И сунул Так сказать Голову В финансовую Гильотину Поэтому Люди Когда вы Заходите в банк И к вам Под ноги Бросаются Всякие Менеджеры В красивых Галстучках Не ведитесь На них Не берите У них Кредитные Договоры Не ходите В быстроденьги Это плохо Вас там Обуют Вот Разденут Вот И выпустят На мороз Без бабла Прямо сейчас Хочется писать Транспарант И идти на демонстрацию После таких слов Да 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 Вот Вот Но потом Он как-то Выкарабкался И У него В 86 Году Он бомбанул Альбом Вибридж В переводе Значает Мост Один из моих Любимейших Просто вот Альбомов Вот И там боевик Который мы сегодня Будем слушать Так сказать В финале Нашей говорильни Называется он A matter of trust То есть что-то там Про вопрос верности Там Или доверия Что-то вот такое Вот Очень-очень боевик Я вот С своего детства Помню Тогда по каналу MTV Он тогда только появился В России Или в СССР Я уж не помню Вот Его прямо вот Крутили Ну везде Вот Он из каждого утюга Вот этот вот Matter of trust Господи Бомбил Вот И Следом у него В 89-ом что ли Году Секунду Да Вот У него в 89-ом году Вот У него был альбомчик Stormfront Штормовый фронт Тоже знаете Прям такой душевный Господи Вот прям вот Он считается у него Самый как бы тяжелый Я Ну Что значит тяжелый Кто говорит Что как бы Это самый тяжелый альбом Он просто не слушал Metallica и Slayer На мой взгляд Вот Он самый приятный Вот прям вот к душе Вот эти вот два альбома Они мне вот прям вот Дорогие у него Прям вот На телефон я их записал Оба И слушаю иногда А как же 52-я улица И Stranger А что-то не вошло Ну вот Мне кажется Вот его Звучание такое вот Вкусное Он Достаточно Эстетский Музыкант Если можно так выразиться А я согласен Я согласен Я вижу По его дискографии То есть когда К нам К нам в виниловый Магазинчик Market.inter С двумя R.ru Приходят разные Пластиночки Вот как раз Производство Билли Джоэла Я их Ну Последовательно Как бы Слушаю И Понимаю Что парень Как бы В общем-то Всю жизнь Он экспериментирует Как бы Со всякими Звуками Жанрами И прочее Прочее У него Очень Разноплановое Звучание Он Билли Джоэл Невероятно Многогранен И Я так понимаю Что вот Среди той Обоймы Которого у него Альбомов Которого у него Длится с 71-го По 2001-й год Он записал Ну Скажем так Музыку Ну Для Любого Так сказать Радиослушателя Или просто Слушателя Для любого Восприятия То есть Конкретно Мне зашли Вот эти вот Два альбома Кому-то Зашли Другие Третьему А кто-то Просто любит Аор Чего? Альбомно-ориентированный Рок Кто-то просто любит Я не показываю Пальцем Да Ну может быть Вот Ну в общем Как-то вот так Вот То есть Как бы Вот просто вот Молодец Хотя В коммерческом смысле У него Безусловно Бывают Ну феерические Что ли Такие вот Пападосы Я другого Не могу Слово Как бы Подобрать Что ли Вот Потому что Вот один из таких вот Феерических Пападосов Например Связан С Россией Вот он В 87 году Подправился он С кучей концертов В СССР Да В рамках Мирового турне Вот как раз Продвигал Вот этот Феерический альбом Веб-бридж Вот Он значит Забомбил Концерты В Ленинграде Тогда еще Ленинград Но ничего Сами помните Санкт-Петербург Вот Потом он В Тбилиси В Тбилиси отметился И в Москве Вот Еще там была такая Знаете Такая древняя Преддревняя Радиотелепередача Музыкальный ринг Он значит Там тоже значит Исполнял всякие Номера И отвечал Общался с публикой Так сказать Отвечал на всякие вопросы Короче Вот Я уж не знаю Кто организовывал Концерты Билли Джоэла Ну Как-то в общем Его так хитро Подобули В общем Он на этих концертах Не то что не заработал Он потерял Два миллиона долларов И по Меркам Восемьдесят Седьмого года Ну Много это было В общем-то Как бы для любого человека И для артиста В том числе И для мирового артиста Это тоже дофига Вот Я так думаю Что Больше Наверное Билли Джоэл В Россию Наверное Уже Не приедет Потому что Ну я бы не приехал Наверное Если бы я потерял Два миллиона долларов В таком концерте Зато ей что Вспомнить Ну Да Жизнь Она Вот к счастью Или к сожалению Она Состоит не только Из каких-то Вот таких вот Пряников И еще Попадаются Вот такие вот Огорчительные моменты В этом нет На самом деле Ничего плохого Потому что Как говорят Евгей Вот А на секундочку Билли Джоэл Это Евгей Выходец Из правильной Таких Кошерной Семьи Вот И он знает Толк Ну В жизненных Баллицах Вот И То что Вас не убивает Это Придает вам силу Вот А любые Проблемы Которые решаются Деньгами Это таки не проблема Это есть просто Расходы Вот Ну что делать Ну расходы Расходы Вот Ничего страшного Он Он отбил эти деньги Я вас уверяю Вот Зато вот Этот вот Обзац Про феерические Так сказать Концерты В СССР Попал в Википедию Что тоже Наверное Неплохо Вот В какой-то степени Как вы думаете Александр То есть Думаете Что жизнь Сложилась Только потому Что у тебя О тебе Есть упоминания В Википедии Ну Вот знаете Некоторые люди Они Ведь об этом Серьезно Как бы думают Что вот Если вот Допустим Какой-то Вот промышленник Ну Какой-то владелец Там Условной фабрики Вот Его там Как-то Ну Мудрились Как-бы-то Впилить Как-бы там В Википедию И вот Считается Что вот Что вот У него там Жизнь удалась Да Вот между прочим В радиостанции Интера ФМ А у нас тоже есть Страничка В Википедии Уже нет Уже нет Я проверял Да Какие-то гады Горькие слезы Тепли по моему лицу А ведь была А ведь была Да Три года была И потом И потом все Какой-то негодяй Ее снес Вот Кстати По поводу Славы Сейчас очень Модно Снимать боепики Они очень хорошо Проходят в прокате Рокетмен Богемская Рапсодия И тому подобное Билли Джоэл Это человек Еще и Потрясающей скромности Когда его спросили Кстати Этот журнал Роллинг Стоун Спросили Не хотите ли вы Чтобы про вас Сняли боепик Он говорит Вы знаете В моей жизни Недостаточно Вот этих вот Сочных кусков Чтобы Снять фильм В ней Слишком Много Было музыки И слишком мало Всего того Что сопровождает Рок-н-ролльщиков Вот И Такие вот Дела А смею не согласиться Смею не согласиться Я вот смотрю Как бы на его Так сказать Послужной список На личном фронте Вы знаете Уважаемые радиослушатели Это Человек с бурной Так сказать Женедеятельностью Вот Как говорил Мой коллега По эфиру В 73-м году Он женился На На жене На жене На бывшей жене Своего друга Джона Смола Вот Недолго Они там Пожили Буквально 5 лет И развелись Потом у него была Вторая жена Супермодель Вот Кристи Бринкли Вот Я заходил На ее Страницу В Википедии Кстати Пара-пара-пам Да-да-да Вот Там Прям знаете Там Такой Конь в лосинах Вот Вот И они тоже Вот он С ней вот Достаточно долго Как бы прожили У них Дочь От этого брака Вот она тоже Кстати стала певицей Вот Ну потом Что-то опять Они развелись Потом он снова женился Потом опять развелись И вот Сейчас вот у него Четвертый брак И вот Еще одна дочь И вот Ну в общем У него как-то вот Знаете Как-то Мурно Как-то все Вот спокойные люди Про которых Боёпики Не снимают Они как правило Ну вот Моногамненько Как-то живут Одним браком И все такое А вот Вот Билли Джоэл Он прям напрашивается Что про него Какую-нибудь Кинофраншизу Вот Зашпилили Как вы думаете Я просто Я не скажу Так как делают Мои коллеги Замечательные Да Там какие-то Пышно обставлять Это все дело Я сделаю Гораздо проще Представьте себе Сцена Она выглядит Как комната То есть Со всеми Атрибутами Диван Телевизор Столик Между ним И зрителями Пуленепробиваемое Стекло Билли Джоэл Выходит на сцену Садится на диван Включает телевизор И начинает смотреть И делает это До тех пор Пока Зрители Не начинаются Использовать Всяческие Нецензурные Выражения Бросаться Там не знаю Тапками Или Заготовленными Овощами В сцену Собственно Попадая в это стекло И чтобы ни один Из этих людей Никогда больше Не заплатил Ни цента Для того Чтобы увидеть его снова По-моему прекрасно Я же говорю Парень с фантазией Ну что Настало наверное Как бы время послушать Вот эту вот героическую Песню Да будем слушать Героическую песню С вами мы встретимся На следующем Муз-разборе У нас в гостях был Билли Джоэл И Виталий Листраткин Эй Муз-разбор Нинтере ФМ